Всем привет, добро пожаловать на осенне-зимние посиделки. На протяжении нескольких недель я складывала в одну коробку все самое любимое и успешно доставала какие-то помады, гель-лаки, ароматы, и потом думаю, хоть бы ни о чем не забыть. Давайте поскорее рассмотрим содержимое моей осенне-зимней косметички, то есть то, чем я как-то более охотно пользуюсь именно в холодное время года. Я надеюсь, что вам будет интересно. Оставайтесь со мной. Я заметила, что я как-то не специально, но очень часто обделяю вниманием категорию помад. А вопрос, Оля, что у тебя на губах, звучит очень часто, поэтому сегодня давайте начнем именно с них. То, что у меня сейчас на губах, это жидкая матовая помада, которая сама по себе задает настроение, она не требует большего макияжа. Если подобрать еще и румяна, то мне кажется, что смотрится очень эффектно. Она довольно стойкая и при этом комфортная. Это помада от бренда Urban Decay в самом продаваемом оттенке, который называется Backtalk. Я от нее без ума и я не слишком часто о ней говорю, только потому, что она кочует из сумочки в сумочку. И всегда, когда мне хочется добавить чуть больше яркости, вот как-то подчеркнуть свою внешность, я выбираю эту помаду, и она никогда меня не подводит. Она вытеснила мою помаду от Sephora в оттенке 13. Обе люблю, но сейчас вот этой пользуюсь чаще. Девочки, также мне очень нравится помада от бренда MAC в оттенке Mer. Или как это читается, я напишу все в инфобоксе. Где-то неделю тому назад в моем инстаграме я выставила фотографию с вот этой помадой, и она собрала столько комплиментов и вопросов, и я понимаю, почему цвет действительно уникальный. И вы знаете, тогда на фотографии она у меня была то ли с прозрачным бальзамом, то ли с каким-то бесцветным блеском. Это матовая помада, но я тогда с ней проходила часов 5, наверное, мне захотелось немножко увлажнить губы, поэтому поверх я нанесла вот этот бальзам или что-то у меня было. Вот это очень интересный оттенок, который довольно сложно найти в каждой линейке всех брендов, потому что он настолько хорошо подходит каждому типу внешности. Он опять же делает нас ярче, но при этом не перегружает макияж. Мы не смотримся так, как с красной помадой. То есть, как будто мы надели все самое такое яркое, чтобы привлечь внимание. И, кстати, вот эту же помаду я подарила своей маме, при том, что у нее абсолютно другая внешность, у нее другой оттенок кожи, на ней она тоже смотрится очень-очень красиво. Девочки, присмотритесь, это матовая помада. Если такая текстура подсушивает ваши губы, можете взять небольшое количество бальзама, вот так пройтись по губам, можно дополнительно промокнуть салфеткой. У этой помады замечательная пигментация, и даже если вы это сделаете, то все равно она останется на губах и будет довольно неплохо держаться. Цвет, формула, аромат меня устраивает все, поэтому вам советую попробовать. Я сама ее подсмотрела у Кати, по-моему, когда была в Париже. Но, в общем, не могу нарадоваться, очень-очень хорошая. Также хочется вспомнить о двух помадах, которые со мной еще с прошлого года. Первая из них, о, обе от польских производителей, но это чисто совпадение. Первая из них от бренда Belle, это жидкая матовая помада во втором оттенке. И это тот цвет, которым вы без проблем сможете накраситься на выход, есть пить и не переживать, что издалека будет бросаться в глаза то, что ваша помада как-то некрасиво съедается изнутри. То есть образуется такой небольшой градиент, переход цвета от вашего натурального цвета губ к вот этой помаде. Но также это такой оттенок, которым вы сможете накраситься на детскую площадку, и не выглядит так, как будто вы идете на красную дорожку. Очень-очень удачный оттенок и формула тоненькая, то есть она не ложится каким-то плотным слоем, при этом ее хорошо видно уже при первом слое, то есть один раз наносим и этого достаточно. И она также, ну такая стойкая, то есть она не переживет какие-то крылышки KFC или что-то в этом духе, но тем не менее вы можете пить капучино и все будет хорошо, даже если она будет съедаться, так как я вам сказала. И вот эта более комфортная помада от марки Paisa, это 14 оттенок. Такая классическая пыльная роза, она увлажняющая, она очень красиво смотрится даже на самых таких сухих губах, она не подчеркивает шелушение, если вы этим страдаете, вы хотите найти что-то такое, что безупречно впишется в ваш повседневный макияж, что будет ощущаться комфортно, и не будет слишком бледным таким безликим нюдом. Вот, и мне очень нравится вся линейка вот этих органовых помад от марки Paisa, у меня их много, я ими пользуюсь, и также магнитная упаковка, это дополнительный плюс, меня она почему-то очень радует. И последнее в этой категории, недавно показывала, хвалила, но не могу не вспомнить, настолько люблю цвет, настолько люблю за удобство использования, то есть это то средство, которое заменяет мне и контурный карандаш, и вообще помаду, потому что им можно заполнить все губы, и чаще всего я ношу его именно так, Гошу во втором оттенке, очень-очень-очень благородный оттенок, и он комфортно ощущается на губах, если подсушивает, вы уже знаете, что делать, но за стойкость, за простоту в использовании, в нанесении, за цвет, за текстуру, он очень кремовый, ну вы поняли, у нас с ним любовь. С помадами все понятно, что касается макияжа, в принципе, образа в целом, то я балдею от того, когда все смотрится гармонично, когда румяна подобраны в тон помаде, а если еще и ногти тоже подходят, то я безумно счастлива, я в этом плане консерватор, но к ногтям мы потихоньку плавно перейдем. У меня есть три варианта любимых румян, которыми я пользуюсь, как в повседневной жизни, так и для видео, когда мне просто хочется взять работающие средства, я выбираю одни из них. Первый из них, скорее всего, вы уже знаете, это NARS в оттенке Argonaut, они у меня в какой-то лимитированной версии, то есть здесь гораздо больше самих румян, но они вообще такие, ну, не маленькие, их просто на очень долго хватает, и они хорошо спрессованы, они не рыхлые, и этот оттенок очень хорошо смотрится на лице, когда оно и загорелое, и более бледное, их можно наслаивать, и я не знаю, как так получается, но они подходят к каждому макияжу в более холодных или более теплых оттенках. В общем, в любой непонятной ситуации пользуюсь оргазмом. Ну, то есть румянами от марки NARS. Еще у меня есть вот такой любимец от марки Bourjois, это 48 оттенок, я люблю и 34, и 16, и 75, но вот этот сегодня на мне, и я забросила его в свою косметичку, и всегда, когда мне хочется таких более насыщенных матовых румян, я использую этот оттенок. Он холодный, как вы можете видеть, и это так свежо смотрится на лице, и иногда хочется чего-то несияющего. Сегодня я, конечно, добавила еще кое-чего, но вот этот оттенок, я вообще готова любить румяна от Bourjois, только за их аромат, ну а если серьезно, то оттенок очень выигрышный, и я думаю, что если вы подойдете к стенду Bourjois, то без проблем найдете тот самый идеальный и подходящий лично для вас, но сейчас вот как-то захотелось чего-то матового, что для меня вообще как-то не характерно. И то, что я открыла для себя несколько дней тому назад, ну господи, это настолько красиво, это так красиво, как Tom Ford. Я на полном серьезе, это уже вторые румяна, которые мне удалось найти за этот год, которые также радуют меня, как что-то суперлюксовое. Конечно же, упаковка здесь не такая шикарная, люксовая, но самое главное то, что находится внутри. Это румяна от марки Rimmel. Это настолько компактная упаковка, вообще можно забросить в дорожную косметичку и с ними ездить. Не занимает много места, если вы постоянно куда-то там переезжаете, не знаю, если вы краситесь в пути, то я думаю, что для вас это имеет значение. Это такая текстура, девочки, о май гад! Она настолько шелковистая, это сатиновые румяна, которые дают перелив, но они не подчеркивают текстуру. И я в комментарии к одному из своих видео написала, что обратите внимание на вот эти румяна, и девочки потом уже начали обмениваться опытом, что да, и я люблю, да, они классные, там у меня розовый оттенок номер 20 и так далее. У меня это оттенок, который я хотела бы назвать чайная роза, о, кстати, называется 10 Santa Rose. Это абсолютно непримечательный цвет в упаковке, но когда наносишь его на лицо, он начинает отдавать чем-то немножко персиковым, и даже на светлой коже будет смотреться шикарно. И вот эти румяна заменяют мне и хайлайтер, и румяна, то есть это средство два в одном. Я посмотрела на свой макияж при дневном освещении, и думаю, вау, это так шикарно смотрится на лице, а вечером у меня нет слов. Я не ожидала, поэтому осенью и зимой я обязательно буду пользоваться вот этими румянами, так как, ну, это бюджетная, но очень-очень хорошая находка. Ну и теперь ногти. В плане ногтей я тот еще консерватор. Если мне полюбятся какие-то оттенки, то я готова носить их из месяца в месяц. Да, именно так. И я уже как-то рассказывала вам о своем первом опыте спустя 9 месяцев. У меня все получилось. И вот недавно я обновила цвет. Ну как недавно, уже скоро будет 2 недели. Сейчас у меня на ногтях оттенок 97 Indian Roses, конечно же, от марки Semilac, и он мне очень нравится именно с матовым покрытием. Я использую Total Matte, но это, знаете, не такой плоский, какой-то некрасивый, неживой мат. Он, наоборот, как резиновый, и он не стирается. И вот не знаю, мне как-то осенью и зимой нравится носить именно такое сочетание. Еще хочется вспомнить о том, что мой предыдущий маникюр с оттенком фраппы продержался практически 3 недели, я уже вынуждена была укоротить ногти, потому что мне было неудобно. Но в своем инстаграме, в сторис, я прямо вблизи показывала вам ноготь, что все без проблем держалось, ничего не стерлось, не откололось, не отслоилось даже на кончиках ногтей. Поэтому приглашаю вас в свой инстаграм. Там я много чего показываю, рассказываю. И также у марки Semilac есть и их YouTube-канал, и также отдельные странички в инстаграме. Там очень много вдохновения. И также можете посмотреть, как правильно пользоваться их продукцией. И сегодня у нас также будет небольшой конкурс для жителей Украины. И сейчас покажу вам, какие же оттенки я выбрала на холодное время года. В принципе, если вы пользуетесь какими-то такими шоколадными, сливовыми цветами и в теплое время года, то тоже как вариант, это то, что у меня было, то, что я проверяла, то, что будет прекрасно держаться. Опять-таки, у них хорошая пигментация. И, в общем, первый оттенок, который я выбрала, это номер 30, Dark Chocolate. И это, ну, не совсем шоколадный цвет, то есть он не коричневый. Это все-таки такая темная, приглушенная слива. Вот, очень красивый. Дальше это Burgundy Wine 083. Вот этот я использовала, ну, если не до конца, то, наверное, две трети у меня точно ушло. И это такой невинный цвет. В моем понимании, винный он более бордовый, что ли. А вот этот, это настоящий, спелый, сочный, темный виноград или слива. Вот что-то такое более фиолетовое. На коротких ногтях это бомба. Я вам точно говорю. И я, консерватор, в холодное время года, я найду фотографию, чтобы вам показать. Это реально, правда. Я ношу синий оттенок на ногтях. Но это не просто синий. Это цвет Indigo 087. Это синий оттенок гель-лака. И он чем-то напоминает мне лак от машины. То есть смотришь на него, не видно какого-то перламутра, каких-то блесток. Но он какой-то такой не плоский синий, а многогранный. И вот этот, казалось бы, не характерный для меня лично оттенок гель-лака так богато смотрится на ногтях. Интересно, свежо, не банально. И почему бы и нет, если вы хотите поэкспериментировать, но при этом все-таки остаться в своей зоне комфорта, то попробуйте. И вот интересный факт. Я заметила, что и моя мама, и свекровь частенько отдают предпочтение именно такому оттенку гель-лака для маникюра на коротких ногтях. И у Сами Лак качество вот этого цвета очень-очень хорошее. Также последнее, что я выбрала для себя, это классическое вино 028. Он также у меня был. И это уже настоящее вино. Тоже роскошный цвет. И вот мне хотелось бы еще найти свой идеальный шоколадный гель-лак. То есть вот чтобы это был такой горький, черный, темный шоколад. Обрезать ногти и нанести такой цвет. Но потихоньку надо пользоваться тем, что у меня уже есть. Конечно, у Сами Лак есть не только классические оттенки, которые я выбираю для своего личного пользования. У них вообще самая обширная цветовая палитра, которую мне приходилось видеть у производителей гель-лаков. И у меня есть несколько экземпляров. Это и золотой, и такой пастельно-лиловый, и что-то яркое на лето. Да, и конкурс, о котором я вспоминала. Сегодня мы хотели бы разыграть несколько наборов моих любимых оттенков вместе с маслом для кутикулы, которым я также пользуюсь. Для того, чтобы ваши ручки всегда были ухоженными, аккуратными и опрятными. Все условия очень простые. Как обычно, я напишу все в инфобоксе. Желаю вам удачи. А мы продолжаем. Тональные кремы на холодное время года это всегда огромный вопросительный знак. Но я бы хотела сказать о том, чем я планирую пользоваться. Первое, это тональный крем из линейки Age Perfect от марки L'Oreal. Я не уверена, появился ли он уже на российском и украинском рынке, но в Польше он продается в сети Хэба. Очень люблю за то сатиновое покрытие, за то, что он хорошо все перекрывает, что он вообще не скатывается в морщинки, он не подчеркивает поры, при этом он не сушит кожу. И у меня от него нет никаких высыпаний. Обожаю. Но я думаю, что по расходу видно, сколько я им пользовалась в прошлом году. Летом почему-то мне хотелось чего-то более легкого. Недавно открыла для себя вот этот тон и не могу от него оторваться. Сегодня накрасилась чем-то другим. И понимаю, что завтра он снова пойдет в ход, потому что он настолько легкий. Он чуть-чуть все перекрывает. И я недавно снимала тест. Можете посмотреть. И он прекрасно держится на сухой. Возможно, будет держаться на комбинированной коже. И насчет жирной я не уверена. Но это тон, с которым кожа абсолютно комфортна. В последнее время у меня случился большой камбэк вот этой тональной основы от Yves Saint Laurent, которая называется Tush Eclat. Сейчас это более универсальный тон, я не устану повторять. Он уже не настолько питательный, он не настолько насыщенный, каким он был и раньше. Я все вспоминаю эту идеальную для меня версию. Если бы я знала, что они убирают его с продажи, господи, я купила бы штук 10 этих тональных основ. Сейчас она не менее классная, но я всегда использую этот тон со своей сияющей базой от Heimish. И тогда он ложится так красиво и так, как выглядят тональные средства от Yves Saint Laurent на коже. Я сейчас говорю о каких-то переливах, о том, как это выглядит на видеосъемке, на фотографиях. Это нечто. Я не знаю, с чем это связано, но более темные оттенки как-то лучше подстраиваются под кожу, они не подчеркивают шелушение. С оттенком B20 у меня были некоторые неприятности. Поэтому я хитрая женщина. Купила себе тон в оттенке B40. Кстати, сейчас он мне хорошо подходит. Это вот мой такой стандартный оттенок после лета. И в прошлом году я купила себе самый светлый B10 из линейки тоже тушекла. Но это что-то легкое на каждый день. И буду их смешивать. Я так делала в прошлом году. Тоже все замечательно держится. И это тоже красивое сияние, но более тонкое покрытие. Если выбирать, то вот этот тон. Если вы прям очень-очень светленькая, то, не знаю, возьмите пробник, попробуйте какое-то масло масляное. Но я о том, что мне кажется, что по качеству светлые темные оттенки могут отличаться, к сожалению. У меня это уже, по-моему, то ли пятый, то ли четвертый флакончик. Но в общем, на протяжении нескольких лет этот тон всегда-всегда у меня есть. Очень хороший вариант на каждый день для вечернего макияжа. Ну, как бы да. В последнее время в плане макияжа я немножко обленилась и делаю акцент на губы. Но если я вижу, что на фоне всего остального мои глаза немножко теряются, я показывалась вам как-то в инстаграме, опять-таки, что я немножко прокрашиваю ресницы, но не перегружаю свой макияж. И когда мне хочется чуть больше подчеркнуть глаза, я беру какие-то матовые тени, прорисовываю складку века, и на этом все. Также мне не хочется использовать всякие там рыжеватые оттенки, поэтому сейчас вот чаще всего пользуюсь вот этими тенями от марки Smashbox. Мне прислали целую коллекцию. Я ее успешно раздарила своим близким и среди вас разыгрывала очень красивые палеточки. Она очень компактная. И вы скажете, ну сколько можно этих базовых оттенков? Они не такие плоские, какими могут быть тени. И когда наносишь их на века, ты реально видишь разницу. У них просто есть и такие нейтральные палитры, более теплые и холодные. И когда ты берешь холодную, она реально отдает чем-то таким сероватым. Если берешь теплую, ну вы понимаете, да, это у меня, насколько я помню, нейтральная, да, Miriam. Я восхищаюсь решением Smashbox сделать самый ходовой оттенок именно в большом формате. Наконец-то кто-то до этого додумался. И мне хватает вот этих трех цветов для того, чтобы выполнить полный макияж глаз. И также вот этими оттенками я делаю Smoky Eyes. Когда мне не хватает вот прям чего-то супер темного, я пользуюсь стойкими, ну вот это карандаш и Каял, да. Карандаш от марки Urban Decay в таком насыщенном коричнево-черном оттенке. И я без ума от того, что он именно холодный. Он не будет подчеркивать усталость глаз и какую-то красноту. Они прекрасно тушуются, у них хорошая пигментация. Уже как-то рассказывала о них. Наверное, даже не раз. Ну, повторяюсь, значит, это действительно так. Если вы живете в Польше или в Германии, и у вас есть сеть магазинов Douglas, то там тоже есть вот очень хороший Каял. Он стойкий. Ну, все как бы с ним прекрасно. Он уже более серый, если сравнивать с вот этим. И для повседневного, обычного Smoky Eyes, особенно если вы светленькая девушка, вот это два замечательных варианта. В общем, если вы ищете хорошие, но не черные карандаши, то вот это вот два моих фаворита. Можете обратить на них свое внимание. И последнее из категории макияж, это фиксирующие спреи. Но это именно увлажняющие спреи, которые наносятся уже тогда, когда макияж завершен. И когда тебе хочется убрать вот эту пудровость с лица, если у вас сухая кожа, если абсолютно каждый тональный крем ощущается на коже, есть чувство дискомфорта, то вот этот вот спрей вам в помощь. Это тоже Urban Decay. И как он называется? Ну, в общем, в такой упаковке, я думаю, что вы его не спутаете ни с чем. И это не то же самое, что All Nighter. Это именно супер увлажнение поверх макияжа. Мне кажется, что даже вместо праймера можно использовать. О, написано, да. Для таких, как я. Он как бы с коллагеном, и он успокаивает кожу, придает ей сияние. Это действительно так. Очень хорошее средство. Если сравнивать с Fix Plus, то он еще более увлажняющий. Вот этот, я бы сказала, что это аналог спрея от MAC Fix Plus. Он меньше увлажняет. У него не такое приятное распыление. То есть, это дымка, но она, ну как, как вам сказать? Просто она чуть крупнее, но с ней у меня нет никаких проблем. И она выполняет свои функции. То есть, она как бы соединяет ваш макияж, чтобы он сел как влитой на ваше лицо, чтобы не было видно отдельно хайлайтера, еще чего-то там. Ну, то есть, вот вся косметика буквально в кавычках растворяется. То есть, она просто красиво усаживается на вашем лице. Не поймите меня неправильно. Эта штука не растворяет ваш макияж, просто он как бы смотрится, как ваша вторая кожа. Вот. Неужели она ничего не скажет о уходе, думаете вы? Скажу, но несколько слов. Я просто уже подготовила для вас отдельное такое комплексное видео со всеми схемами, с кислотным уходом, о увлажнении, о питании. В общем, я не знаю, как я его смонтирую, но материала у меня очень много. Сейчас я хотела бы сделать акцент на те средства, которые просто незаменимы в холодное время года. Первое, это увлажняющий тонер. То есть, что-то, что даст вам дополнительное насыщение кожи. Я вижу разницу, когда я пользуюсь тониками, эмульсиями, сыворотками, именно увлажняющими, а когда нет. В холодное время года я без них никак. У меня сухая кожа, к этому еще и проблемная, и я пользуюсь кислотами, и как бы без них вообще не вариант. Очень люблю корейские средства. Самые универсальные, вот это вот Клэрс, это тонер увлажняющий. Он прекрасно ведет себя под макияжем, и да, он подходит к любому типу кожи. Еще у меня есть увлажняющий тоник от Папа Ресипи. Он более такой, знаете, водянистый, он сразу впитывается, и если сравнивать, мне даже сложно выбрать. Вот как-то так. И вот этот тоник, он идет с кислотами БХА, но они здесь в таком маленьком количестве, что вот когда моя кожа горит, или когда есть какие-то воспаления, здесь очень много сока алоэ, и он хорошо успокаивает, залечивает какие-то ранки, и также увлажняет кожу. За это я его люблю, и сколько бы я им не пользовалась, видите, что он очень медленно расходуется, поэтому советую. Это марка Benton, и у меня уже есть один запасной. Я думала подарить его подружке, но вижу, что, скорее всего, мне понадобится еще одна баночка в этом году, так что подумаю. Эмульсия, которая пользовалась в прошлом году, и меня она жутко раздражала. То есть, как мне казалось, что это лишний шаг в моей уходовой рутине, и больше всего меня бесил факт того, что это люксовое средство в такой тяжелой баночке, и здесь нет никакого дозатора. И это, ну, как бы молочко, которое сейчас я взболтала, поэтому оно наверху. Но чтобы достать его со дна, сейчас у меня где-то меньше половины, приходится вот так его трясти, ну, как бы совсем не люксово. И вот эта вот возня с этой банкой, но когда я перестала пользоваться этим средством, я сразу почувствовала, что мне не хватает увлажнения. Поэтому, девочки, если вы хотели попробовать какие-то дополнительные эмульсии, увлажнялки, зима, ну, осень и зима, это то самое время. И сейчас вот после пилингов, это такая увлажняющая сыворотка от марки It's Skin на основе гиалуроновой кислоты. Также можно использовать под макияж, когда вы видите, что кожа немножко шелушится, ее надо как-то, вот знаете, реанимировать, и нужно вообще небольшое количество. Я наношу эту сыворотку еще до того, как мой тоник впитался, и тогда вот небольшого количества уже будет достаточно. Недорогое средство, но действенное. У меня также есть сыворотка с витамином С от It's Skin. Очень, очень, даже очень. Но об этом, обо всем в отдельном видео, так как я сказала. И, девочки, также масла. Масла это что-то, что я не могу исключить из своего ухода, и сейчас вместо какого-то плотного крема я очень люблю пользоваться маслами. Мое самое любимое, которое доступно, вот просто иди купи, если бюджет позволяет, это Kiehl's. Можно взять упаковку поменьше, его хватает на века, там несколько капель, и все. И мне очень нравится запах, он меня расслабляет. Это то масло, которое не забивает мои поры, после которого кожа очень напитанная, утром просыпаешься, и покраснения какие-то проходят. Я уже не первый год показываю эту сыворотку, ее очень многие любят. Для меня это не тяжелое масло для лица. И еще вот это тоже с приблизительно таким же ароматом, еще более насыщенным. И когда еще выполняю массаж, а массаж и сейчас, я покупала его на iHerb. И это органовое масло с маслом шиповника для лица, волос, тела, ногтей. Я всегда напитываю кутикулу при помощи этого средства. И оно чуть более плотное, наверное, чуть более питательное, чем это. И мне с моей сухой кожей это масло очень хорошо подошло для кутикулы, ну вообще, для всего. Для волос нет, ну минимальное количество иногда наношу, признаюсь честно, больше для всех сухих участков на моем теле, и, конечно же, на лице. Девочки, и то, о чем я не буду рассказывать, опять-таки, в видео о уходе, это массажеры. Массажеры, это моя страсть. Вот этот массажер у меня от бренда The Body Shop, и его нужно буквально вылавливать. Его настолько быстро раскупают, что я вот сейчас буду пытаться поймать его для своей Насти на праздник. Мы с ней договорились, что я должна подарить ей этот массажер. Так вот, он тяжелый, он с металлическими шариками, и есть отдельное видео на YouTube. Я для вас его найду. Это именно на какой-то официальной странице бренда, где показано, как правильно выполнять этот массаж. Нет ничего сложного, просто проходимся по определенным участкам. Главное, не туда-сюда, а вверх. И тоже для шеи. Девчонки, после массажа ты чувствуешь такое небольшое покалывание, и понимаешь, что кровь приливает. То есть, ты как будто заново запускаешь все процессы в своей коже. Это очень круто. Уход еще лучше впитывается, когда используешь разного плана массажеры. Когда на iHerb была распродажа, я вам об этом говорила, о том, что были скидки 22%, я заказала себе вот такой массажер. Я пока что им не пользовалась, просто говорю, что что-то такое у меня появилось. А вы, девчонки, если знаете какие-то классные уроки, по тому, как делать массаж именно с такими камнями, оставьте, пожалуйста, внизу. Я с удовольствием начну баловаться вот такой штукой. Это не баловство. То есть, на самом деле, это работает, и контур подтягивается, и кожа лучше все впитывает. В конечном итоге вы получаете более ухоженную кожу, и качество кожи меняется, когда все лучше впитывается. Забыла сказать, что эссенцию от Миши я тоже купила. Она замечательная, тоже на зиму очень хороший вариант. Вот такой массажер я купила, он каменный, и с одной стороны большой, вот этот, как я понимаю, для маленьких участков, но я буду учиться, и потом расскажу вам, как эта штука работает. Если вы не можете ждать, то говорю, что на Эйнхерку купила, можно также заказать, и вы можете учиться вместе со мной. И, наверное, с уходом это все. Ароматы. Я супер, скучная женщина, наверное, в этом году. У меня много ароматов, и я сейчас не достала из коробки. Специально думала об этом, что нужно показать. Это Armani Coat в синем флаконе, вблизи увидите. Это тот аромат, который мне хочется носить. Он настолько женственный, он шикарный. Вот обязательно будете в магазине, прислушайтесь к нему, потому что это такая старая, добрая, немножко забытая классика. Сейчас пошли в ход разные там, опиум, не опиум. Он с жасмином. Он чем-то напоминает пришельца. Но пришелец, он такой более характерный муглер. А вот Armani Coat, он цветочный, и в нем есть вот эта теплота, вот эта гармония какая-то. Нет ничего наглого. Он такой вот прям бархатный. И он оставляет приятный шлейф. Я знаю очень много женщин, которых я познакомила с этим ароматом. И все они вау, это так деликатно, это так со вкусом, это так дорого. И это не так нагло, как La Vieille. И вот недавно мы шли по Кракову. Я уже в конце видео разболтаюсь. Остались уже самые, знаете, такие верные, наверное, зрители, которые выдерживают до конца видео. Мы с мужем вот несколько раз, раз в торговом центре, раз в центре Кракова. Шли, и я говорю, я узнала этот аромат. Он, да, у тебя он был. И La Vieille, он сейчас, наверное, уже на таком пике популярности, что даже те, кто не в теме парфюмерии, его узнают. И вот женщина прошла, ее уже нет, как бы аромат до сих пор остался. Если вам нравится что-то более изысканное, и не такое сладкое, и не такое притерное, и, опять же, повторюсь, не такое наглое, как La Vieille. Хотя La Vieille я сама использовала очень долго, и вот мне хотелось тяжести. Сейчас вот второй раз приобрела Armani Code, и маме подарила, и это, конечно, тот аромат, который у меня на данный момент больше всего ассоциируется со мной именно в холодное время года. Он как качественный такой кашемировый шарф, знаете, который идет, ну, практически всем. И вот этот Jasmine как раз я отношу к слову практически. То есть, если вы не любите, чтобы вас прям сильно грело, то Jasmine, наверное, не подойдет. И кашемировый шарф тоже. Ну, я утрирую, но обязательно послушайте его, потому что аромат вот очень-очень благородный. И еще один аромат, который мне подарили в Париже, бренд Lancome, и у меня уже есть один аромат из вот этой коллекции, Signature она называется, то есть, я так понимаю, что это просто что-то, знаете, суперлюксовое, и мне один из их ароматов достался после финала битвы блогеров Lancome. Кстати, в финале я вообще не старалась, и мне хотелось домой по семейным обстоятельствам, поэтому я хотела, чтобы это все поскорее закончилось. Но, тем не менее, это был такой первый серьезный блогерский шаг здесь на Ютубе, и вообще я даже до конца не осознавала, сколько новых возможностей и перспектив дает мне участие в этом проекте. И то, что я дошла так далеко, при этом оставаясь с собой, ну, короче говоря, мне подарили аромат, и он был такой, слишком сладкий, вот прям тягучий, такой, знаете, не мое. Тогда не пошло, наверное, вот, мне просто морально было сложно, и все, что ассоциировалось вот с тем временем в моей жизни, как-то я старалась оттолкнуть от себя. И когда я приехала в Париж по приглашению Lancome, на столе снова стоял аромат из вот этой коллекции. Они не отличаются визуально, и я подумала, снова он. И потом я присмотрелась и заметила, что это не тот миндальный, а под названием Ирис. Мне стало интересно, я сначала распаковала свечу, и он настолько кремовый, нежный, такой сладкий, но не мыльный, и он такой мягкий, он не бросается в глаза, он вот как будто дополняет твое тело. Он очень элегантный, и он безумно стойкий. То есть я ощущаю его на своем теле даже после того, как помоюсь. И когда вот сразу напшикаешь его, есть какая-то такая кислинка. Честно говоря, я не читала, какие ноты здесь есть, но если вам нравится все такое пудровое, кремовое, я говорю о косметическом креме, который как бы не будет бежать впереди вас, который будет сливаться с вами. И я сейчас очень сильно переборщу, потому что это две разные категории ароматов, но чтобы вы меня понимали, вот есть аромат унисекс, Calvin Klein, который называется One. Я от него без ума, но на многих он не стойкий. Просто для меня это парфюмерные композиции не из одной категории, но что-то, что-то рядом с этим. То есть, вот такой, знаете, аромат casual, который прекрасно сидит на тебе, который не шокирует всех вокруг, но который, вот этот именно, да, он говорит, что это не банальная мыльная композиция, и которая как бы подчеркнет то, что вы знаете в парфюмерии толк, потому что он более богатый, чем Calvin Klein. Просто, чтобы вы хотя бы могли себе представить, да, что это за композиция. шикарный, шикарный, и я обожаю. Сначала прочитала и рис, дрожжей, думаю, снова сладость вот эта вот. После такого названия прям ожидаю, что это будет так приторно-сладко, что даже от самого аромата ты можешь поправиться. Это не тот случай. Вообще, такой красивый флакончик, наверняка, это супер дорого, но это, конечно, очень круто, очень-очень. На этом будем заканчивать и всегда под конец хочется больше болтать. Надеюсь, что вам было интересно. Обязательно участвуйте в конкурсе, не забудьте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Все, всех целую и обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.